Привет, котаны! Это немного грустно, Жермес. Сейчас у нас 18.16, и мой путь лежит на рабочую окраину под мегаполисом ФМ. Да, проблема, да, привет, коты, привет! Привет, в общем-то, это очень нужное дело, просто мой худенький кот немножко оголодал, сожрал все, что когда-то я ему принес, два огромных или три огромных коробки с его кормом, дурацким вискосом, который ест только он, только его ест. Привет, коты, привет, привет, привет. Ну, ничего не попишешь, котику плохо, в общем-то, не, да, да, ну вот, нужно бросить все. Да, привет, коты, да, вот, бросить все и, в общем-то, свалить на рабочую окраину, сперва купить этого чертового вискоса, потом отвезти его коту. В общем, приключение просто прекрасное в этот предпраздничный день. Покотка шепчет. Да, большой тест-драйв, замечательно. Покотка шепчет, на самом деле, я удивляюсь своей стойкости и силой духа, потому что, в принципе, хороший хозяин в такую погоду собаку не выпустит на улицу, не то что за руль сесть. Вот, надо аристократично накидываться тем, что попалось под руку, вот, наслаждаться, смотри кино на большом экране и все такое. Вместо этого меня прет по Алтуфьскому шоссе, в Сперном Кат. Вот, и я просто хотел вам поделиться своим необычайным опытом, потому что там есть такая улица Милошенкова, где Макдональдс. Вот, обычно я ехал по ней, ездил туда. Вот, так вот ее перекрыли. Из-за этого образовалась такая пробка, как, не знаю, как труба Газпрома. Вот, а перекрыли ее. Слушайте, я не могу просто читать ваши сообщения, поэтому я буду сейчас говорить о цебятину. Ну, это называется монолог по-литературному. Вот, а вы мне, в общем-то, накидывайте там что-нибудь, то, что интересно, я потом посмотрю, пересмотрю. Вот, и вот просто вот то, что сейчас перед вами на экранах, Каты, это олицетворение тоски, вот, беспредельной тоски. Знаете, в принципе, это, ну, если бы не то, чтобы элитный, да, но вполне себе нормальный район Москвы. Вот, и раньше я даже как-то, он мне нравился, но теперь, вот, когда я всегда выбираюсь, это просто какая-то катар. Вот, понятие архитектуры здесь отсутствует вообще как класс. Ну, то есть здесь существуют дома, конечно, вон там вот где-то наверху, линии электропередач, там, не знаю, что еще, в дороге, вот, да, пустая лтушка, вот, какие-то идиоты, которые разгоняются по лужам. Кстати, непонятно, почему она пустая, потому что обычно тут все тошнят со страшной силой, ну, вон там куда-то уже дотошнили. Ну, а, привет, котаны, привет, привет. Ну, сейчас я доползу до пробочки, почитаю, что вы мне там пишете, потому что как-то прям, не знаю, в этой тоске, грусть-тоске, вот, не могу даже смотреть на ваши надписи. Я не понимаю, это слишком сложно. Пожалуйста, можно, можно как бы тезисно в двух словах? Играет Мегаполис ФМ, я даже не стал вам ничего, ничего включать. Милитари, ну, не знаю, я, в принципе, люблю оружие, но я люблю такое оружие, интеллектуальное оружие какое-нибудь, знаете. Нажал на кнопку, получил результат. Привет, Рома Дрябцев. А не какой-нибудь такой там злотвор, казенник, херенник и все такое. Да, привет, ЕКБ. У вас там прекрасный ЕКБ, вот, прям, ЕКБ-ЕКБшный. Ну, вот, я не знаю, знаете, вот, смотрю на картинку, все выглядит офигенно через экран айфона. Да ни кем я не работаю. Вот, а если посмотреть в окно, ну, это просто, ну, тоска-тоска. Прям, не знаю. Да, на чем еще-то? Ну, на чем можно ездить в такую, в такую, в такую, в такую, короче, в такую. Вот, и вы знаете, коты, на самом деле получается такая-то дополненная реальность. Вот я смотрю, действительно, на экран все так красиво. Там, не знаю, что там, свет, реклама. А на самом деле это просто какой-то, не знаю, ну, не катастрофа, ну, диспьяча. Там, не знаю, что вот там. Вот, вот, вот. Ужас. Лучше бы действительно, чего действительно? Да ничего действительно. Все действительно. Вот. Проледжни. Да. Так вот, коты. Собственно говоря, я сперва стоял в этой чертовой пробке. Она образовалась в районе, где там в районе, что там метро-то какое? Тимирязевская, вон, вот, Тимирязевская. Вот со стороны, где этот чертов монорельс. И там получилась практически Курская дуга. Вот. И я думал то, что, в общем, я буду там стоять час, и пока тут спокойно с вами потреплюсь. Почитаю ваши кошачьи сообщения. Вот. Но просто я проявил смекалку. Солдатскую. Или нет, я-то не солдат. Но, да ладно. В общем, заехал во двор и объехал ее к черту. Да в Москве мне хорошо, нормально, вот. Я как понимаю, что это не айс, не фреш. И вообще плохо ездить по дворам. Но вот как-то я прям взял, вот, заехал и ее объехал. И вот сейчас, как ни странно, тут все рассосалось. Я поел. Причем я поел какой-то вообще отвратительной штуки. В самом центре, на Остоженке, есть какой-то не хипстеров, а фудис заведение. Называется 15. В общем, фишка его, этой пятнашки в том, что там нет как такового шефа. У них там шеф меняется раз в три месяца. Вот. А сегодня у них мексиканский шеф. Это фишка этого заведения. Короче, еда такое говно, что просто прям не доел и половину забрал с собой. Ну, просто, чтобы, не знаю, там, отдать кому-нибудь. Да, привет, Технер. Вот. И смысл в том, я постараюсь написать об этом лонг-рид, то есть рассказ. Я не знаю, вы, наверное, не любите читать, вы любите слушать или смотреть. Вот. Но, тем не менее, в Москве существует такая прослойка людей. Она называется фудди. От слова фуд – еда. Вот. То есть это такие уже более-менее взрослые мальчики, девочки с деньгами. То есть это не хипстеры, которые там смузи, каворкинг, 100 рублей и, в общем-то, все. Это люди, которые могут потратить там определенные, там, какие-то тысячи, даже единицы на то, чтобы вот пожрать в модном месте и сфотографировать в Инстаграм, потом написать где-нибудь в Фейсбук. О-о-о, я там поел, а там мне было так хорошо, этот шеф там великолепен. Так вот, знаете, на самом деле, я так чувствую, что в Москве появилась целая когорта рестораторов, в которых эти фудди просто разводят пожиже на все, что может. Ну, то есть предлагают им говно, вот, за оплату прям чуть ли не знаю, чуть ли не новиковских, либо каких-нибудь ценников. И, в общем-то, все жрут и уминают и говорят, о, как-то офигенно. Это, знаете, это просто настолько смешно, это реальный тупой развод достаточно взрослых людей, потому что, чтобы сделать вот такую ловушку для фудди, вообще ничего не нужно. То есть интерьер, это бетонные стены, открытая кухня, открытая кухня, это раньше было, о-о-о, там open kitchen, бла-бла-бла. А на самом деле это просто прилавок без вентиляции или с минимумом вентиляции, на котором там какие-то люди что-то делают, и это воняет, и, в общем, какая-то гадость. Вот, но, тем не менее, фишка в том, что это место расположено прямо в центре-в-центре, в районе Золотой Мили. Вот, и сегодня он был просто набит эти фудди. То есть тетеньки далеко за 30, они заказывали себе, ну, из разных столах, разную фигню, и так ее фоткали, и так вот прям вот снимали, вот с разных ракурсов. На айфончики там выкладывали, их спутники, такие вот колерчата, такие вот взрослые, ну, такие там, ну, тут в очочках. Ой, там вот на это так мило смотреть, ну, вот, но жрать это невозможно, коты, жрать невозможно, понимаете, и стоит это как бы по-взрослому. Это не то чтобы ярмко-числавие, это вот такой московский феномен. Есть люди, которые экономят на всем, да, покупают на эту тысячу, не знаю, живут там неделю, закупают продукты, не знаю, где там, где их можно закупать, в пятерочке, в Ашане, или там где. А здесь приходит такая, в общем-то, тетенька, ну, не знаю, кто там, бухгалтер продвинутый, или не-не-не, не бухгалтер, знаете, как мы зовем это, chief accountant, ну, где-нибудь. И вот, о, девочки, я съела такую вкусную штучку, которую мне приготовил мексиканский шеф родом из Казахстана. Отвратительно, обалденно. Ну, в принципе, каждый заслуживает, хотя бы, сколько там говорил Орхол, 15 минут славы, чтобы сожрать эту вот эту вот фигню, которая просто в рот мне лезет, я не знаю, вот, и насладиться. В общем-то, что я вам хочу сказать, коты, это не запланированный выпуск, просто как бы так уж получилось, что я вовлекся, и, да, вот так вот покатило. Вот, то, что не ведитесь на это, не ведитесь. То есть, это, на это ведутся только, ну, такие вот взрослые клерчата, ну, даже не клерчата, может быть, уже вот какие-нибудь там начальники отделов, или, ну, чуть-чуть постарше, как бы, да, вот, которым, да, за 30, и вот уже вот так. Которые хотят вот пристраститься вот к этому вот моде, моде, моде на фуде. То есть, вот, была мода на хипстера, да, вот стала вот мода такие на фуде, и говорить вот в фейсбуке или где-то вконтактике. О, мы там в фуде, мы там, мы там вот как в Лондоне. Лондон любит говно, это не факт, что любить говно нужно Москве. И об этом говорить. Вот, котики, смотрите, на самом деле, вот эти вот гаражи и вот эта вот вся фигня означает то, что я практически подъехал к метро Биберева. Да, черт возьми, похор на метражу, это прям даже даст из фантастис, потому что... А, черт, понаставили. Вот, потому что мне казалось, что сейчас будет какая-то пробка. Да, и посмотрите, пожалуйста, по новостям, что происходит, потому что на Дмитровке стоит просто колонна обычных автобусов, рейсовых автобусов, наверное, километра полтора друг за другом. То есть это не трамваи, не троллейбусы, потому что трамваев там нет. Вот, это обычно рейсовые автобусы, и они стоят, приткнувшись друг к другу, где-то от Дмитровки, Савеловской эстакады, и вот потом стоят как-то на разворот. Я не понимаю, что у них, забастовка или там какая-то фигня. Вот, коты, на этом все. Мне нужно заехать на Би-Пи, сделать Пи-Пи. Нет, не так. Да, на Би-Пи, на Би-Пи сделать Пи-Пи. Вот, и давайте, давайте, на чем мы там всегда заканчиваем? О том, что коты, любите друг друга, занимайтесь сексом, не... Ох, какой мальчик прям с пивом. Не останавливайтесь при этом, как начали, так и вперед. Вот, и на сегодня слушайте при этом Мегаполис ФМ, 89,5. Парни, занесите денег за Product Placement. Спасибо, смотрите, какой роскошный торговый центр. А с вами был Жермес. Чао.